Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи. Вещаю вам с города Харькова. Вчера в городе Харькове не обошлось без прилетов. Был прилет в районе трех часов вечера. Пострадали люди, и девушки, и мужчины от 27 лет до 55. Работники предприятия. Пострадали также машины, которые там стояли. Написали в пабликах, что прилетело что-то типа Д-30. Напишите в комментариях, что оно вообще такое. С-300, знаю, прилетало, кассетки прилетали, бомбы уже прилетали. Но это что-то новое, ребят, уже, как говорится, прилетает. Но, тем не менее, в самом городе Харькове это был только один прилет. Других прилетов, взрывов я не слышал, ребят. Стараемся держаться. Стараемся быть на позитиве. Кстати, напишите в комментариях, как вам кепочка. Вы заметили, что уже ФБР я снял. Уже все. Как там? Не переобулся, а переоделся. Чепчик, в общем, все переодел. Посмотрите. Думающая кепка. Или как оно? Перевод напишите в комментариях, как правильно. Такие, в общем, дела, ребят. Вот такие вот хаты у нас в городе Харькове. Без окон, без дверей, чтобы вы понимали. Вот так живут люди после прилетов, после взрывов. Держимся. Надеемся на лучшее. Давайте сейчас пойдем полечим нашего котика Шарика. Посмотрим, как он там, что он там. Кто хочет поддержать на лечение. Ссылочки на донат в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте залетать на вечерний стрим, на вечернюю прямую трансляцию. Всех обнимаю до хруста. Мирного неба, ребят, на голову. Добра, бабла, позитива и везения. Просто сумасшедшие. Пусть в вашей жизни будет все хорошо. Будут всегда целые окна и двери в вашем доме. Так, мои хорошие. Вот наш видовой аквариум. Включил инвертор, для того, чтобы рыбки не задыхались. Со светом по-прежнему у нас проблемы. То есть, то нету. Но включать стали чаще. По сравнению с тем, что было раньше. Вот рыбки, которые выжили, которым удалось выжить. Выжили, как говорится, сильнейшие. Попугайчики наши на базе начали на расслабоне. Все четенько. Тоже накормлены. Полный порядок. Накохлились. Бомбазиаврики, да? Чего вы, малый? Малыча моя. На стриме любите подпевать? Тоже разговариваете с подписчиками, да? Сейчас, ребятки, будем колотить лекарства. Значит, смотрите. Берем вот такое вот лекарство для нашего шарика. Всем огромное спасибо, кто помогает на лечение кота. Кто хочет, ребят, помочь, ссылки на донаты в закрепленном комментарии под видео. Потому что я думаю, что понадобится еще ему повторная операция. Чистить, вычищать, дочищать. Абсессы его. Так, и вот такой препарат. Я как делаю? Я беру вот этот препарат. Этот открываю сперва. Набираю. Здесь открываю вот эту крышечку. Вот так вот в сторону. Резиночку эту не трогаю. И вот этот препарат переливаю сюда. Бультыхаю. Оно растворяется. И мы получаем на три раза хватает уколоть вот этого вот, ребят, комбинации на три дня. Сейчас покажу, как это будет делаться. Ну что, ребят, я вас вроде бы выставил. Так, что мы делаем? Нам понадобится... Я беру просто обычное полотенце. Беру вот эту вот ампулу. Кстати, надо снять видео. Может, кому-то тоже понадобится как... Полотенце. Раз. И резким движением, ребят, руки отламываю. Чикс. Так, теперь аккуратно. Хочу полотенцем, можно платочек какой-то, чтобы просто-напросто не порезаться вот эти вот края, ребят. Там вот линия специально проведена. Все четко. Потом полотенцем буду жопу вытирать. Думаю, а так что оно такое, да? Что оно колет? Так, ребят, теперь распечатываю наш шприц. Беру вот такие вот шприцы. С двумя иглами. Одна поменьше, другая побольше. Как раз для котика та, что поменьше, в самый раз. Беру большую иглу, большую иглу. И вот этой большой иглой, которой я не буду его колоть, потому что они нежные, эти иглы. И даже вниз она затупливается. Набираю наш препарат. Вот так вот этот. Набрал. Вот тут еще осталось. Теперь беру вот этот вот, который я вам показывал. Препаратик. Сюда вот так вот шумбрум. И все это дело, давайте, чтобы вам даже видно было. Все это дело выливаю сюда. Все, порядок. Дальше. Набираем. Тут главное, как говорится, все выбрать. Чтобы ничего не осталось. Так же сюда. Оп. Все. Видите, теперь порошочек на дне. Иголочку закрываем. Берем. Вот так вот. Видите, пока еще там порошок есть. И прям при вас вот болтаем. Сейчас увидите, как порошок растворится. Растворяется очень хорошо, ребят. Прям, но очень хорошо. Вдруг у кого-то тоже, у кота, у кошки, у собаки будет такая проблема. Список покажу вам лекарств. Сразу. Вот какой список лекарств. Что нужно приобрести. Ставьте на паузу. Увеличивайте. В Ютубе это можно сделать. Вот. Вот это вот флакончика, видите, уже все растворилось. Хватает на три раза. У меня здесь написано полтора кубика. Один и три, полтора кубика колоть ему. Ну, поняли, да? То есть вот у нас тут два. Я полторушечку набираю и делаю укол. Так. И здесь еще один препарат. Вот этот. Этого надо совсем чуть-чуть, ребят. Препаратика. Этого препарата. Вот так вот он называется. Это основные препараты. Надо вообще ерунду там. Почитайте. Я набираю где-то два деления. Вот. Сейчас мы его наберем. Ну, вот так вот. Совсем капельку. Можно вот так лайфхак сразу вам. Накрываете. Все. Вот. Видите? Совсем ерунду. Можно уже идти. Уколоть котика. Но лучше брать, ребят, вот такие вот иглы. Манюсенькие. Видите? Она на порядок меньше. То есть если брать. Эпиваленте. Меньше игла. Естественно, коту не так больно. Все, ребят. Вот так можно идти делать укольчик. Потом покажу, как набираю вот этот препарат. Так, ребят. Вот этого препарата мы иголку, естественно, меняем. А точнее, у меня вот эта иголка для набора. А той, другой я делаю уколы. Мы набираем полтора. Вот если вы видите. Вот идем, идем до полтора. Вот так раз. Все. Набрали. И идем делать укол котику. Укол, естественно, или делается внутримышечно, ребят. В заднюю ляшечку, я думаю, так же и собаке можно. Или под холку, под шкурку. Такие дела. Надеюсь, это видео кому-то было полезно. Как твои делишки? Привет, привет, мой хороший. Как твоя шейка? Покажи подписчикам. Получше? Ты уже и какать научился. Видите, ребят, уже научился и какать в тазичек. Умничка. Золотой кот. В землю. Ребят, я придумал. Вдруг кому-то надо лайфхак. Как коту делать уколы. Вот шарик лежит. Короче, увязывайте его, как лялечку. Поняли? Вот так. В легенькую простыночку. Вот так. Платочком это все делайте. Блин, ты красавица. Так, ребят. Теперь мы берем перекись водорода. А многие писали мне, что не перекись водорода, а хлоргексидин, потому что котам не подходит. Снимаем иголку с того же шприца, который мы кололи. Набираем полный и в рану коту прямо туда перекисью, либо же хлоргексидином. Это не значит, что надо прямо туда шприц засунуть, но плотненько подставить и под давлением, чтобы оно вымылось там все. Вот, смотрите, как я делаю. Открываю. Раз. Вот так вот этот шприц. Окунул. Чик. Полный шприц. Напишите, кстати, реально нельзя. Мне-то описали в виде ленарки, что нужно. И всегда их собаку тоже лечиться. Говорят, что собакам подходит, людям нет. Людям да, а котам нет. Вот, перекись водорода. Все, и теперь промываем рану. Так, он шарит. Покажи. Покажи шейку. Покажи подписчикам. Только не прокуси мне руку. Папа. Компрессор работает. Рыбки здесь, на месте. Покормлены. Полный порядок. Я стараюсь их кормить сразу с утра и вечером два раза в день. Малыши карандаши. Вот такие. Видите, ребята? Камеру как-то сфокусировать. Вот так, я думаю, вам видно их. Вот. Здесь малинезия подрастает. Детки наши. И покрупняем цитрусы. А здесь уже те, что самые крупные. Поковичи на базе. Начали на расслабоне. Полный порядок. Кайфуют. Накормленные. Фильтр протюет. Все как положено. Тут тоже рыбки. Вроде бы все в порядке. Живые. Благодаря вам, ребят. Они вон одну снизу доедают. Видите, они цитрусы. Кто-то погиб. Ну, все это, ребята, из-за того, что света нет. Я инвертор, конечно, включаю. Но все время я не могу его включать. Это нагрузка на машину подписчика. Какая огромная. Плюс. Ко всему, ребят, нужно понимать, что еще и бензин палится. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21. Вашу тачку. А сага будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко. До новых встреч.